Початка чувства гумора. Просто, что называется, попробуем восстановить вот эту, к сожалению, практически исчезнувшую часть нашей массовой культуры, связанную с обменом анекдотами. Вот сидим мы вдвоем и многочисленная аудитория, дорогие друзья, вы с нами. Но анекдоты будут, наверное, немножко скучные, потому что будут исторические. Начнем, наверное, я тут себе массу шпаргалок наготовил, но не для того, чтобы эти анекдоты рассказывать, я их, собственно, и так помню, а в процессе кое-что еще процитируем. Все-таки мне напоминает вот этот вот Купер Шелдон, его блог, видеоблог о флагах. Я приветствую вас на первом выпуске программы «Занимательные флаги» с Шелдоном Купером. Ты хочешь анекдоты сейчас читать? Нет, нет, нет. Товарищи, начнем помолять. Да, встретился однажды американец и русские небеди. Я-то все-таки со звериной серьезностью хочу подойти. Вот смех. Он выражается в чем? Прежде всего, в оскаливании зубов. Поэтому это важный признак антропа и социогенеза. Вот у высших приматов, вообще у приматов, у мартышек, оскаливание зубов, в смехе или в любом другом оскале, означает агрессию. Поэтому постепенно, вот как разделились особи, чем дальше от человека уходили в развитии приматы, тем у них более развитые были зубы, клыки и так далее, иногда они помещались в челюсти. А мы пошли по пути грацильности. Это связано с тем, что вот в похожих сложных социальных объединениях нам не нужно было такого уровня агрессивности, и мы постепенно эти зубки подбирали. И вот, но до сих пор же осталось. Людей иногда раздражает, когда человек смеется. Они говорят, что ты скалишься, что ты улыбишься. Ну да, все эти голливудские улыбки, которые заставляют чесаться наши кулаки. Очень раздражает, потому что, во-первых, смотрите, было давно установлено, что смех и юмор смешное – это признак доминирования, потому что он смеется, а может быть он над тобой смеется. Да? Или над всем, что тебе дорого. Вот над флагом твоим смеется. Над Родиной, над страной. Как он посмел? Иди сюда, и посмотрим, у кого кулаки-то мощнее вообще. Смех, да, это доминирование в сообществе. Смех – это, как показали все исследования, смех, как правило, умение выделять смешное – это интеллектуальное качество. То есть этот человек еще хочет сказать, что он и умнее тебя, потому что он нашел что-то смешное в тебе, в твоем поведении, в окружении. А ты не нашел. Ты сидишь, как сыч, набычился, а он хохочет. Сыч набычился. И показывает нам свои... Мелкие, мелкие крохкие зубы. Видишь, вот ты интеллектуальную работу провел, ты потрудился, да? И ты хочешь установить доминирование надо мной. Ладно? Сейчас мы плавно переходим к теме смех, переходящей в паранойю. Я-то хотел из приматов это все выводить. Ну, так-то, действительно, так оно и есть. У смеха природа древнейшая. И не случайно, своего рода уже признаки аксиома приобрело утверждение, что смех продлевает жизнь. Так оно и есть. Люди, которые смеются, живут, ну, если, так сказать, сложно еще установить дольше или не дольше, масса обстоятельств, кроме смеха существует, то гораздо легче этот демократ. Давайте, это подмечено, ну, как, социологически. Смотрите, он более умный, раз он веселится все время. Плюс он более успешный. И плюс он при власти, он доминирует и хохочет. То есть он богатый, умный, красивый и веселый. И, естественно, живет дольше, чем ты. Потому что ты больной, чем на чай бедный. На чай тебе смеяться. Олимпийский смех в мифологии. Смех богов Олимпа. Это такой смех, когда люди на земле-то плакали, потому что боги смеялись. Это игры богов. Чем больше ты смеешься... Отдаленные раскаты грома такие. Да, да. Вот олимпийский смех. Есть олимпийское спокойствие, есть олимпийский смех. Это полное доминирование над тобой. Они подмечают смешное в том, что ты не имеешь возможностей. Поэтому, конечно, люди с улыбкой, люди веселые, люди с чувством юмора, они, конечно, живут дольше. Да. Поэтому, собственно говоря, с нашим... Пока-пока.